Приветствую вас! И, собственно, заключается вот в чем. Вы пишете, что ваш муж ничего не делает для того, чтобы как-то поддержать ваши отношения, поддержать вашу семью, только обещает, на него нельзя положиться, он ненадерный человек, деньги куда-то девают, куда-то непонятно, и, в общем, все вы делаете самостоятельно. То есть у вас к вашему мужу нет ни уважения, ни восхищения, ни симпатии, ничего. Вы с ним просто потому, что привычка, просто потому, что что? Почему вы с ним до сих пор? Что мешает вам от него уйти? Почему? Чем он вас держит? Вы не написали, что любите его, вы не написали, что как-то восхищаетесь им. Такое впечатление, что мужчина просто сидит у вас на шее. И ему действительно незачем что-то делать, пока у него есть вы, которая совсем справится. Возникает вопрос, зачем вы с ним? И поэтому ответом на ваш вопрос будет то, что вам нужно действовать за своих интересов. Мужчина обеспечивает вам ваши интересы? Нет. Мужчина помогает вам? Нет. Мужчина что-то делает для вас? Тоже нет. И спрашивает, зачем вам такой мужчина? Почему вы боитесь остаться одна? Думаю, что вам в первую очередь нужно начать думать о себе, заботиться о себе. А если мужчина останется, грубо говоря, один, у него будет хороший стимул что-то делать как раз-таки самостоятельно. Но уже без вас. А вам нужно думать о своем счастье, о своем ребенке, о том, как вы будете жить. И не нужно бояться, что если вы разведетесь, то вы никому не станете не нужны. Серьезные мужчины понимают, что женщина с ребенком умеет любить, умеет хранить домашний отшаг, умеет заботиться, умеет вести хозяйство. Поэтому, думаю, проблем с мучкой внимания у вас не будет. Но оставаться так, надо же постоянно тащить лямку на себе. А это, согласитесь, деструктивный путь поведения. Поэтому нужно вам еще раз подумать, что для вас лучше. Известить мужчину о том, что даете ему, скажем, полгода для того, чтобы он начал вести себя исключительно позитивно, исключительно конструктивно. Пусть он зарабатывает и мало, но зато, по крайней мере, стабильно. Чтобы вы увидели, что он старается. Чтобы вы увидели, что деньги деваются не куда-то, а идут на пользу. Дайте ему время. Может быть, он одумается и начнет что-то делать. Если вы реально дадите ему какие-то сроки и реально скажете, что по истечению этих сроков вы от него уйдете. Ну, и если он своего обещания не издержит, то вот тогда придется все-таки принимать трудные решения. Но иначе, иначе никак. То, что вы написали, действительно, все это именно так. И вы сами прекрасно понимаете, что такой муж не мужчина вовсе. И что вы уже и как мужчина его не воспринимаете. А с ним просто по инерции в надежде на то, что образумится и что-то будет делать. Так что я желаю вам удачи. Я желаю вам принятия верного решения. Я желаю вам терпения. Желаю вам выдержки, стойкости. И если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучше. Пожалуйста, буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok